Более 500 приднестровцев ждут операцию по замене тазобедренных и коленных суставов. Такие операции у нас делают бесплатно за счет госбюджета. И в прошлом году очередь тех, кому нужна замена суставов, заметно продвинулась. Смогут ли ставить людей на ноги и теперь, когда Кишинев вынуждает Приднестровье пополнять молдавский бюджет? Сюжет Светланы Мартынюк. Эти осторожные шаги Любовь Александровна делает специально на камеру. Мы попросили. Ходить к пенсионерке все еще больно. Этим летом ей заменили тазобедренный сустав справа. Нужна еще одна операция на левой ноге. Но возможность передвигаться хотя бы по дому и на ходунках – это уже победа. Первую операцию женщина ждала полтора года. Мы были уже потом в конце 50-е какие-то. Но вот потом как-то быстро пошла очередь. Начали оперировать тут. И как-то быстрее пошла очередь. И я даже не ожидала. Я уже думала или покупать этот имплант, или как. Потому что я не могла выдержать это все бесплатно. Спасибо, конечно, что эта программа сейчас есть бесплатных операций. Таких, как Любовь Александровна, в очереди больше полутысячи человек по всему Приднестровью. Не могут ходить, страдают от боли. Ждут операцию на коленях и тазобедренных суставах. А вот как выглядят новые протезы на полке в коробках. Экскурсию в отделении РКБ проводит врач, который и спасает людей от инвалидности. Все компоненты эндопротезов, как и оборудование для установки, для проведения этих операций, закуплено государством. На данный момент у нас есть запас плюс-минус на 60-70 операций. За прошедший год мы сделали 95 операций по замене тазобедренного сустава. На этот год планируем минимум 100. Операции на коленях у нас делают пока под наблюдением кишиневских коллег. Скоро начнут оперировать сами. Но будут ли деньги в бюджете на протезы и их замену? Из-за решения молдавских властей госпрограмма бесплатных операций рискует остаться без финансирования. С приднестровских импортеров собирают пошлины, поборы обогатят молдавский бюджет. А в Приднестровье ни одного рубля с этих выплат не вернут. Стоимость проведения одной такой операции это 3,5-4 тысячи евро. В очереди по республике на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов около 500-600 человек. Конечно, если данная госпрограмма прекратит свое существование и функционирование, то все эти пациенты, все наши граждане, опять они будут вынуждены за свой счет, то есть тратя свои деньги, надо будет получать такое лечение где-то за пределами республики. Сколько ждать второй операции, чтобы встать на ноги, Любовь Александровна не знает. Сама оплатить протез пенсионерка не сможет. Дети помогают, но они далеко. А пока каждый день нужны таблетки, снимать боль. В месяц на лекарства уходит минимум 700 рублей. Но бабушка Люба не жалуется, у нее есть большая мечта. Поехать к детям, увидеть внуков, потому что, конечно, не видится столько времени с детьми. Хотя мы по Wi-Fi общаемся, но это все равно не то. Хочется обнять, прижать. Светлана Мартынюк, Владимир Погоня, ТСВ.